Трагедии в этих водах происходили на протяжении веков. Из этого материала вы узнаете о самых ужасных событиях, случившихся в акватории Азова. В 1779 году в гавани города Керчь проводился ремонт на парусном фрегате «Третий», одном из лучших кораблей российского флота, который был построен шестью годами раньше. Рабочие обивали парусиной крюдкамеру помещения для хранения горючих веществ. Случайный пожар спровоцировал взрыв 149 бочек с порохом. Судно буквально разнесло на щепки, погибло 20 матросов. Зимой 1781 года лёд вытолкал из Таганрогской гавани новоизобретённый корабль «Таганрог». Получив пробоину, судно затонуло. При этом 39 членов экипажа погибло, десятки спасшихся получили обморожение. Через год корабль подняли со дна и стали использовать снова. Однако в ноябре 1782 года, при попытке войти в ту же бухту, Таганрог снова наткнулся на льды и был частично затоплен, это кораблекрушение унесло жизни 32 моряков. В год начала Первой мировой войны уровень Азовского моря в юго-восточной части поднялся во время шторма на 4,3 метра. Причиной тому, как считает исследователь Евгений Ушнюков, стало необычное явление сгонно-нагонные волны. Множество людей унесло в море, погибло 3000 человек. Иск и Темрюк были разрушены. Около половины жертв пришлось на район Ачуевской косы. Под Приморско-Ахторском во время шторма утонули 150 железнодорожных рабочих. Смерч, поднявшийся на берегу Керченского пролива 20 сентября 1927 года, был настолько сильным, что поднял в воздух и перенес на расстоянии 150 метров два рыбацких судна. Один из рыбаков погиб, трое остались калеками. Во время Великой Отечественной войны Красная армия с огромными потерями провела высадку десанта на мысе Тархан в Керченском проливе. Операция проходила с 9 по 11 января 1944 года. 51 корабль Азовской флотилии вышел в море вечером, но во время перехода к мысу усилился шторм, ветер поднялся до 7 баллов, из-за чего затонули пять десантных мотоботов. В 8 часов утра 10 января пехотинцы стали высаживаться в ледяную воду, теряя оружие и боеприпасы. Немецкие самолеты при этом обстреливали флотилию с воздуха. Советская же авиация, которая должна была прикрывать операцию, на месте так и не появилась. Количество жертв при высадке составило 177 десантников, они утонули или были убиты. Кроме того, погибли члены экипажей нескольких утонувших катеров, тендеров и мотоботов. Одним из самых разрушительных катастроф в истории Азова стал разгул стихии в октябре 1969 года. Из-за резкой смены ветра на побережье Темрюкского района Краснодарского края обрушилась волна высотой 4 метра. Цунами уничтожило рыбацкие поселки Чайкино, Ачуево, Перекопка и Вербенная, в Темрюке пострадали здания в порту, судоремонтные и консервные заводы, курортные постройки. Была подтоплена полоса суши шириной 10-12 километров. Точное количество погибших не называлось, однако, по оценкам специалистов, счет идет на сотни человек. Тысячи людей лишились своих домов, полностью была уничтожена рыболовная отрасль района. 8 августа 1988 года в Азовское море упал самолет-лаборатория Ан-12, которым управляли летчики 535-го отдельного смешанного авиационного полка. На борту воздушного судна находилось 50 пассажиров. Во время захода на посадку над Йейским лиманом у самолета внезапно отключились двигатели, и он рухнул на мелководье. Корпус ударился одно и раскололся. Из 25 погибших часть получила смертельные травмы при ударе, другие утонули. Половине пассажиров удалось спастись, не без помощи местных жителей, которые подплывали к месту происшествия на маломерных судах. Причиной катастрофы стало использование смешанного с водой авиационного топлива.